Новые социальные объекты появятся в Алматы в ближайшее время. Уже подписаны меморандумы на 2,6 млрд тенге для строительства детского сада, школы и спортивного комплекса. Три крупных и важных социальных объекта планируют построить уже в этом году. Возводится детский сад, спортивная площадка и школа будут в рамках государственно-частного партнерства. Меморандум о сотрудничестве уже подписан руководством города и представителями бизнеса. Сумма планируемых проектов превышает 2,5 млрд тенге. Благодаря политике нашего президента, который всемирно с первых дней независимости поддерживает бизнес, особенно с акцентом на малой и средней, это непростая задача формирования среднего крепкого класса. Это непростая задача, но она достаточно успешно решается, особенно на примере Алматы. Объекты возведут в Бастандыкском, Медеуском и Наурсбайском районах. Все проекты планируется реализовать с учетом программы развития Алматы до 2020 года, в которой особый акцент сделан на социальную сферу. А это в первую очередь доступность таких значимых объектов, находящихся в непосредственной близости. Так уже с 1 сентября 600 детей Медеуского района пойдут учиться в новую школу. Строительство объекта обойдется в 2 млрд тенге. В эту сумму входит еще и вся необходимая школьная мебель. К слову, Мурат Адельханов является депутатом партии Нур-Отан. Как строить социальные объекты предприниматель уже знает не понаслышке. По его инициативе был построен детский сад, причем за три месяца. Учреждение посетил сам глава государства. Кроме этого, планируется открытие многофункционального спортивного комплекса площадью 3000 квадратных метров в Бастандыкском районе. Объект будет оборудован по самым высоким стандартам. А расположится он в микрорайоне Алатау. Кстати, в этой части мегаполиса нет ни одного комплекса, отвечающего современным требованиям. Этот вопрос стоит и на общегородском уровне, так как чаще всего в мегаполисе строятся школы и детские сады. Для нас было принято решение построить спортивного комплекса, потому что мы сами имеем отношение непосредственно к спорту, обозглавляем федерацию самореспублики, основные не понаслышке знаем, что такое спорт и как это важно сейчас для нашего подрастающего поколения. А в Наур-Избайском районе двери откроют новый детский сад на 60 мест. Этот проект заработает по принципу госпрограммы «Балапан». То есть стоимость услуг, если и будут доступными для родителей. А самое главное, объект находится в самом населенном пункте. Планируется, что обучение будет проводиться на трех языках с предшкольной подготовкой и развитием физических, музыкальных, а также интеллектуальных способностей. Наступил тот день, когда благодаря программе президента и администрации города моя мечта воплощается в жизнь, в реальность. И я думаю, что не стоит бояться трудностей. Таким образом, в мегаполисе будет решена проблема дошкольных учреждений, особенно во вновь присоединенных к Алматы территориях. А бизнес-сектор Алматы набирает обороты в рамках государственно-частного партнерства.